А сколько времени уходит на одну машину? Около 3-4 минут. Если эвакуатор окажется неподалеку, инвалиду, чье место заняли, долго ждать не придется. В этот раз стражам дорожного порядка не пришлось искать нарушителя. Он сам их нашел. Специально парковочными местами для лиц с ограниченными возможностями, обозначенными информационной табличкой инвалиды, оборудованы парковки, организации и предприятий города. И приближенные к входной зоне для удобства людей, чьи физически возможно ограничены. Автоинспекторы дают совет всем водителям. Чтобы сэкономить время и нервы, правила парковки лучше не нарушать. Аргументы из серии «я постоянно так машину ставлю» и записки «если вам мешает моя машина, звоните по номеру» не работают. В этот раз удобно, да, получилось? Неудобно. Ну, прям возле ГИБДД? Ну, это да. А почему неудобно? Потому что глубоко стоит. Конфискация транспорта и его доставка на штрафстоянку могут обойтись владельцу от 1000 рублей в сутки. И это не считая самого штрафа в 5000, что делает статью 12.19 одной из самых дорогих в плане нарушений. Экипажи из сотрудников госавтоинспекции во время патрулирования проверяют доступность парковочных мест для инвалидов. Занимая даже часть парковочного места для инвалидов, водители совершают административные правонарушения. Людям с ограниченными возможностями требуется больше места, чем обычным автомобилистам. На сегодня таких водителей больше 130. 16 из них только за два дня проведения тематических рейдов. Четыре автовладельца забирали свой транспорт со штрафстоянки. По данным автоинспекторов, в конце июля показатель не приближался и к 20. А с началом профмероприятий к середине ноября число шрафованных перевалило за сотню. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Субтитры создавал DimaTorzok